Внимание, марш! Маленькие и большие олени, красочные и одноцветные, в упряжке, с санями, подвижные и даже с подсветкой. В Демидовском университете набралось больше сотни рогатых роботов на любой вкус. Мероприятие новогоднее, гонки робота-оленей. Это действительно не только, скажем так, спортивная робототехника, это скорее креативная. Здесь от самых маленьких детей до уже взрослых, те, которые делают у роботов. В соревновании четыре возрастные группы. Задача дошколя – просто собрать красивого статичного оленя и интересно представить его жюри. Модели оленей собраны из обычного лего. То есть им нужно проявить какое-то творчество свое, креатив. А следующая возрастная группа – это ребята первого, второго класса. Они собирают стационарную модель оленя, который каким-то образом реагирует на окружающую среду. А вот сложная механика и программирование появляется на старших уровнях. Непосредственно гонки на оленях начинаются в старшей возрастной категории. Это третий-четвертый класс. Запрограммированные роботы должны на скорость преодолеть двухметровую дистанцию. А в категории профессионалов – пятый, шестой, седьмой класс – задание усложняется наличием прицепа. Новогодних саней. Увлекаясь, дети очень быстро овладевают предметом. Степан Мельто занимается робототехникой всего пару месяцев. Но знаний уже хватило для участия в соревнованиях в категории «Профессионалы». Собирал я его вместе с другом два дня, ну, выходные. Программа вообще не сложная, а конструкция. Ну, пару часов ушло. Гонки робота-оленей организованы совместными усилиями правительства области, Демидовским университетом и творческим проектом «Поколение М». Будущее уже наступило, и необходимо с малых лет готовить специалистов цифрового мира. Цифровые технологии решают одну из самых тонких задач современного общества. Это обучение и развитие молодого поколения. И здесь проект «Поколение М» открывает большие возможности перед детьми. Главным призом стал большой конструктор «Лего». За него боролись в командном зачете суммируя баллы разных этапов. Артем Петражицкий, Евгений Бушуев. День в событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова